Ветеран Ульяновского дзюдо Здесь борются больше ребят, которые молодые, которые еще в резерве для общего развития, для дальнейшей такой перспективы, как резервы. Мы их рассматриваем. Фактически этим чемпионатом области для Ульяновского дзюдо начался новый важный этап. Через год-другой федерации придется подтверждать право называться опорным видом спорта, чтобы получить достойное финансирование и внимание со стороны властей региона. Для этого необходимо показывать высокие результаты на сроссийской и международной арене. Залезть на вершину трудно, а вот удержаться на ней еще труднее. И естественно, если тренеры не сумеют проявить свою энергию и таланты, и наши ребята не будут попадать в сборную страны, то остаться базом очень трудно. Дамир Сыраев благодаря своему опыту дошел до финала в самой тяжелой весовой категории и очень достойно боролся против Димитровградца Александра Ягуртова. Разница в возрасте между ними, как между отцом и сыном. Боролись до крови и, несмотря на поражение, ветеран показал пример юным спортсменам, которые в этот же день разыграли путевки на финальный этап всероссийской летней спортикады школьников. В области хорошо развивается вид спорта. И в каждой школе есть свои какие-то индивидуальные особенности. В Димитровградской, например, школы хорошо стараются бороться в парте. Там школы спарта, там Олимпийского резерва, они более в стойке предпочтения какие-то. В целом турнир прошел под знаком дзюдоистов клуба «Симбирск» и областной специализированной спортшколы. Среди победителей Дмитрий Александр Крупины, Сергей Тушин, Екатерина Максина, Александр Родионов, Сергей Бессольцев и Юлия Саранцева. В юношескую сборную на финал спартакиады школьников попали в основном представители Димитровграда, клубов «Симбирск» и «Мужество», а также областной спортшколы Олимпийского резерва. Михаил Сашанский. Новость Ульянской правды.